Здравствуйте, уважаемые шашисты! Это видеокнига 25 ошибок новичка в шашках. Вторая ошибка занятие без системы. Обычно эту ошибку совершают как раз новички, у которых нет тренера. Об этом я говорил в предыдущем видео. То есть старайтесь, чтобы у вас всегда был тренер. Неважно, какого уровня игры вы уже достигли, все равно у вас должен быть тренер или хотя бы секундант. Ну, во-первых, прежде чем заниматься шашками, вы должны выбрать вид шашек. То есть сейчас есть очень много разных видов. Ну, самые распространенные это классические русские шашки, бразильские шашки, стоклеточные шашки или международные. И уже так называемые летающие русские шашки. То есть это русские шашки, в которых проводится жеребьевка дебютов, так называемая летающая шашка. Это уже не совсем русские шашки, это уже, можно сказать, другой вид шашек. То есть, во-первых, вы должны определиться с видом шашек. Когда вы определились с видом шашек, вы начинаете тренировки. Есть различные системы тренировок. То есть опытные тренеры, они всегда уже обладают большим запасом знаний, запасом опыта. И, как правило, у них уже сложилась своя система тренировок. Ну, хочется привести две системы тренировок. Это система тренировок московского мастера Валерия Евгеньевича Сафронова. То есть он, как правило, дает очень много теории. Как раз начало дебюта, середины партии. И за счет этого его ученики, ну так сказать, к Эншпилю подходят, как правило, вне худшей позиции, в равной, а то и с преимуществом. И это позволяет им, по крайней мере, не проигрывать в Эншпиле, а зачастую даже выигрывать. Эта система тренировок довольно-таки хорошая, что я хочу сказать, да. Вторая система тренировок, она связана, ее разработал Евгений Кондраченко, она отличается ей довольно-таки сильно. То есть Евгений Кондраченко сперва натаскивает своих учеников в Эншпиле, то есть разбирает окончания 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 и так далее. И затем постепенно подбирается к середине партии, а затем уже к дебютам. То есть дебюты он изучает только в конце партии. В конце уже обучения интересная тоже система, но, как правило, игроки и ученики будут поначалу страдать тем, что они могут попасться на варианты какие-то заготовленные соперникам в дебюте, могут тут же проиграть партию или в середине партии могут попасться. То есть если они начинают с Эншпиля. То есть это вот минус большой системы Кондраченко. У Сафронова какой минус системы? То есть очень много надо изучать уже изначально. То есть очень много зубрежки. Это большой минус тоже. То есть голова может опухнуть. Все-таки я считаю, что система тренировок должна быть сбалансированной. Надо изучать и дебюты, и середину партии, и Эншпиль. То есть должна быть своего рода гармония. То есть дебюты изучаются для того, чтобы не попадать в дебютные ловушки. В середине партии мы должны примерно понимать планы игры, что мы вообще хотим, для чего мы делаем определенный ход, намечать план игры. А в Эншпиле мы уже должны знать определенные позиции, к ним стремиться и уже, так скажем, реализовывать преимущества или добиваться ничьей. Вот именно это я и хочу сказать. Третье, что хочется отметить. Все-таки надо заниматься от простого к сложному. То есть вначале мы изучаем, допустим, решили вы заняться летающими шашками. Русские шашки с жеребьевкой дебюта летающая шашка. То есть вначале мы изучаем классические русские шашки все-таки. То есть намечаем, так сказать, план игры на несколько ходов вперед изначально. То есть, допустим, на АБ4 мы играем, БА5 за черных. Там, допустим, на СД4, ДЦ5 или ФЖ5 и так далее. За белых мы намечаем план игры на несколько ходов вперед. Допустим, намечаем свой коронный ход, как мы будем играть вначале. И постепенно его наигрываем, наигрываем, наигрываем. Когда мы уже наиграли вот эти дебюты, более-менее уже понимаем, что к чему. Мы начинаем уже проводить тренировки с жеребьевкой полухода, допустим, за белых. Затем уже с жеребьевкой полного хода, допустим, ходят белые и черные. Постепенно наигрываем, расширяем свой дебютный репертуар. И за счет этого повышаем одновременно класс своей игры. И только после того, как мы уже достигли определенного уровня, мы переходим уже на летающие шашки. То есть, русские шашки с жеребьевкой дебютов летающая шашка. Это особый вид шашек. Но там какие основные виды позиций встречаются? Это гамбитные позиции, это позиции косякового типа, это позиции со связками. Это различные позиции, связанные с занятием центра и окружением его. И позиции, связанные с блокадой фланга. Как правило, правого фланга соперника блокадой. Так, и друзья, что хочется выделить? Все-таки хочется подвести итог этому видео. Это моя система тренировок. Как я считаю, надо все-таки тренироваться? Ну, во-первых, для новичков надо изучать дебюты, середину игры и эншпиль. И самое главное еще, комбинационные возможности изучать. То есть, в принципе, я могу порекомендовать несколько книг, благодаря которым вы можете значительно повысить свой уровень игры. Первая книга это Геннадий Хацкевич, 25 уроков шашечной игры. Изучив эту книгу, вы будете знать, как играть в начале игры и в середине партии. Есть несколько интересных позиций из эншпиля. Вторая книга Виктор Литвинович, Николай Негра. Курс шашечных дебютов. Вот эти две книги, это уже, можно сказать, классика русских шашек. Я считаю, что все тренеры, они начинают как раз заниматься с учениками именно с изучения вот этих книг. То есть, изучая эти книги, вы будете знать, как играть в дебюте и в середине партии. Затем обязательно рекомендую изучить книгу Злобинского «Комбинации в русских шашках». То есть, благодаря этой книге у вас будет комбинационное зрение хорошее. И самая главная книга по эншпилю, это энциклопедия эншпиля Максим Федоров, трехтомник. То есть, вот три книги Максим Федоров. Вот изучая эти книги, вы сможете, так сказать, отлично играть в классические русские шашки. Затем уже можно переходить к изучению летающих шашек. То есть, это дебютная энциклопедия Наумик Василий и Парчук Игорь. И Борис Дружинин. Сейчас есть уже новая энциклопедия, тоже как раз она посвящена летающим шашкам. Ну и изучая книги постепенно, конечно же, надо играть в интернете, наигрывать то, что вы изучили. Вы что-то изучили, какой-то дебют, надо его наиграть в Блице. Рекомендую три сайта. Это Gambler, это Lidraths и это Play.org. Ссылки на эти сайты выложу в описании этого ролика. Ну и самое главное тоже, что не следует никогда забывать. Вы сперва изучили дебют, затем наиграли его в Блиц. И после этого обязательно вы анализируете свои сыгранные партии. Допустим, сыграли в день, не знаю, там 5-10 партий. Ну я думаю, больше 10 для начала не рекомендуется. Затем разбирайте каждую партию. Желательно с тренером. И, конечно, затем уже, когда уровень вашей игры вырастет, уже можно будет разбирать с шашечными программами. То есть, шашечными программами до уровня, ну хотя бы, не знаю, первого разряда, а лучше кандидатов в мастера, лучше не пользоваться новичкам. То есть, не рекомендуется. Вы просто не поймете то, что вам покажет шашечная программа. Вначале надо заниматься именно с тренером. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. А сегодня еще выйдет третья ошибка новичков. Так что я не прощаюсь.